Имари! Какую перчатку! Этот парни охуенно внимательно сетят! Ааааа, блядь! Охуенно, красава! За ее, вы! Здорово, бойцы, на связи, Флэс! Вашему вниманию представляется очень необычный бой, для моего канала уж точно. Это Call to Arms, игра про современную войну с модификацией Warfighter, которая делает игру реалистичнее. Скажу прямо, реализм в этом моде весьма условный, но по сравнению с ванильной игрой, скрипя сердце, это можно назвать реализмом. Теперь ближе к сути. В данном бою я играю против героического бота. Бот играет за США, я за РФ. И если вы сейчас думаете, ха, играет против бота, да чего там сложного? Вы даже представить себе не можете, насколько сильно ошибаетесь, потому что в этой игре, с этим модом, на этой малюсенькой карте, с туманом войны, героический бот это мастер по разрыванию курдюков. Я не шучу. То, что вы сейчас видите, это не первая попытка, не вторая, не пятая и даже не десятая. Чтобы справиться с этим гигаботом, мне пришлось бегло изучить технику, запомнить в каком отряде какое вооружение, вызубрить всю карту и самые лучшие позиции с моей стороны. Так в чём сложность? Ну, во-первых, у бота до омерзения больше ресурсов. Пока я коплю на условный джип с крупнокалиберным пулемётом, от которого, кстати, не будет никакого толку, ботяра уже возьмёт два страйкера и один Брэдли. Я нисколько не утрирую, у меня такое было. Во-вторых, ботовская пехота тотально аннигилирует мою пехоту. Её в несколько раз больше, и она у него лучшего качества. Выиграть пехотное сражение, особенно стартовое, можно только беря всё в свои руки и лично играть от так называемого особого прямого управления, а именно от первого лица. Если не играть от первого лица, то пехота рассыпается за считанные секунды. Проверено. О других трудностях я вам буду рассказывать уже по ходу дела. Алё, блядь, собрался нахуй! Да, озвучка русских бойцов в этом моде как отдельный вид искусства. Я уже вдоволь наслушался. В начале боя я взял инженеров, чтобы копнуть здесь парочку укреплений, ибо скоро сюда придёт орда американской пехоты. Из отрядов я выбрал огневую группу ВДВ. После далеко ни одной попытки мне этот отряд показался самым удачным, потому что в нём есть гранатомётчик, в нём есть медик и два вспомогательных автоматчика. То, что надо. Ну и плюс этот отряд достаточно элитный против ещё более элитной американской пехоты, которая, кстати, уже тут как тут. Вот и они. Я их тут отстреливаю как могу. Ко мне тут присоединяется какой-то шоколадный зайчик. Убегает, оставляет меня с гранатой, я подрываюсь. В общем, как видите, я сейчас пытаюсь обустроиться на одном единственном флаге. Потому что при таких ресурсах... Да, по-своему пострелял, почему бы и нет, за град флэс в деле. При таких ресурсах невозможно держать все флаги как минимум с начала боя. Я цепляюсь за один единственный. И то, как видите, это у меня выходит с трудом. Действую я роботизированно по накатанной схеме. Обратите внимание, что одного бронебойщика я кинул за флаг чуть дальше. И еще небольшую группу я оставил левее. Там есть такое же здание с лестницей, с которого удобно уничтожать всякую бронетехнику бронебойщиками. А если кому интересно, для чего я кидал гранаты вначале? Чтобы повалить деревья. Для чего? Чтобы обзор с этих зданий был лучше. Вот так вот моментально меня срезает бот. На этой карте он абсолютно лютый. Пользуется любыми прострелами. Убивает тебя через машины, через окна. Видит тебя через кусты. Это, кстати, большая проблема вида от первого лица. То, что ты не видишь бота через кусты, а он тебя моментально убивает. Ситуация очень тяжелая. Я не контролирую ни одного флага. Мне физически не хватает ресурсов. И у меня нет столько пехоты, как у бота. Как я это нивелирую? Конечно же, особым прямым управлением. Максимально реализую одного бойца. Кричит что-то русский Рэмбо. Убивает одного американца за другим. И еще тут проблема в том, что если бот захватит третий флаг, а он уже близок к этому, то у него начнут очень быстро копиться очки победы. Из-за этого мне прямо сейчас нужно действовать очень активно. Иначе я просто проиграю. Зачищаю центр, это очень важно. Иначе они легко перестреливают мою пехоту справа. Да, сейчас действительно нужно быть внимательным, потому что я уже проигрываю с треском. Ну а как эту точку возьмешь? Здесь в 10 раз больше вражеской пехоты. И при этом я сам без остановки беру пехоту. И у меня не получается перевесить. Вот и приходится играть от прямого управления. Потому что от прямого она более-менее спокойно убивается. Враг лидирует. Все, времени осторожничать нет, поэтому приходится бежать уже, сбивать эту точку. Параллельно приходится выискивать, буквально высматривать каждого американского солдата. И походу это последний остался. Он меня подстрелил. Не лажаем, парни! Ну и я тоже его подстрелил. Все, похоже здесь чистенько, пора брать точку. Однако я слышу какую-то технику. Видимо американцы взяли джип. И с этого момента на самом деле... Ага, какой джип? Это страйкер. Ну к счастью у меня тут все подготовлено. Это страйкер с браунингом. Смертельно опасен для моей пехоты. Пропускать нельзя. Готов. Но тут же вылезает второй. Да, мы верим в тебя, бронебойщик. И прям в бочину я подбиваю второго страйкера. И вот они, два брата-акробата. Думаю, теперь вам более понятно, какая у нас с ботом разница в ресурсах. Я о технике даже и мечтать сейчас не могу. Тем не менее, ситуация для меня стала несколько лучшей. И не без помощи выученных лазеек для бронебойщиков, давайте говорить откровенно. Выход русского Рэмбо. Который в очередной раз сталкивается с целым отрядом американской пехоты. И практически полностью их убивает. Остался вон один. Кричит за родину. Ну прям кулачки у меня сжимаются за нашего бойца. Молодец. Он снова это сделал. На его счету уже 20 американцев. Здоровье уже все хромает. Но ничего. Перевяжемся, подлатаем. Я сейчас, кстати, неосознанно взял какой-то неизвестный отряд. Это вроде бы призывники какие-то. Хотя я хотел взять ВДВ. Но ладно уж. Слышу опять какую-то технику. Опять страйкер, но в этот раз с пушкой. Еще более опасный пациент. Которого я ловлю через забор. Серьезно. Если бы не эта позиция, я просто не представляю, как бы я воевал со всеми этими страйкерами. Потому что в лобешник бронебойщиками их убивать. Ну такая себе идея. Потому что браунинги и бронебойщиков стирают. Вот и приходится такой партизанской тактикой немножко играть. Да какой там немножко. Я играю чисто партизанской тактикой. Бронебойщика, которого я отправил направо, теперь отправляю налево. Они там тоже будут партизанить. Ну и вот этих вот призывников. Я не знаю, куда их пристроить. Я не планировал их брать. Решаю их пристроить ближе к центру. Попытаюсь сейчас что-нибудь сделать с ним. Вы не поверите, но я опять слышу какую-то технику. И судя по звуку, какой-то броневик. Смотрю на центр. Там вроде бы никого нет. Значит призывники в относительной безопасности. Инженер, кстати, укрепляет точку. Тут есть такая фишка. Поджидаю технику бронебойщикам на вот этой вот шикарной позиции. Вот для чего я дерево сломал. Иначе обзора бы здесь не было. Ну а вот и обнаруживается долгожданная техника. И вижу я вражеский ЛАВ. И это не просто ЛАВ. Это два ЛАВ по цене одного. Выцеливаю бочину, но попадаю в дорожный барьер. У призывников начинается массовая экзекуция. Я в очередной раз выцеливаю бочину. И в этот раз отправляю снаряд туда, куда и надо. Уничтожаю одну ЛАВ. Теперь пытаюсь прикинуть, где стоит вторая. Приподнимаюсь. Эта стоит подбитая. Значит надо стрелять чуть вперед. Я стреляю и видимо не попадаю. Да, тяжело по ней попасть. Она стоит очень неудобно для меня. И пока что я забываю про этого бронебойщика. Думаю воспользоваться вот этим. Но тоже неудобно стоит. Партизаны пусть там дальше ползут слева. Есть возможность подбить хаммер. Подбиваю. Американская техника только и делает, что отлетает. Ну и снова выход нашего Рэмбо. О, блядь. Как всегда красавец. Стараюсь им сильно не вылезать, потому что боюсь ЛАВшку. Хочу подбить ее в лабешник попытаться. Прицеливаюсь. И сейчас я думаю то, что я ее уничтожил. Но это фатальная ошибка. Потому что вон она на самом деле где стоит. И, к сожалению, Никифор погибает. Появляется там зенитная ЛАВ. Одна из самых опасных тем, которую могут взять американцы. Она убивает вообще все. И пехоту, и танки, и вертолеты. Наяривает там ракетами по кому-то. Я тут выцеливаю бортик ЛАВшки. Это которая не зенитная. Вон она зенитная вдалеке. Уничтожаю обычную ЛАВшку. И тут хочу поймать еще и зенитную. Как-то странно попадаю. Но тут можно попасть в башню. Если постараться. Еще разочек. Тоже не понимаю, куда снаряд делся. Ну давай, давай. Готово. Все. Уничтожаю зенитную ЛАВ. Появляется Хаммер. Да имей ты, сволочь, совесть. Я накопил только на бронемашину. БРДМ. Хватит срать техникой. Неудачно попадаю в дом. Но Хаммер сюда уже подъехал. И тут я его ловлю. Это, кстати, был опасный Хаммер. С вроде бы ПТУРом. Он у меня сжег не один танк. И сейчас у меня начинается настоящая паника. Потому что враг практически выиграл. Нужно сбивать какой-то флаг. И причем делать это нужно срочно. Я беру БТР-82А с 30-мм пушкой. Мне на стриме сказали, что она не пробивает даже ЛАВ. Но на самом деле она даже некоторые танки в лобешник пробивает. Очень грозный агрегат, за которым нужен глаз-то-глаз. Потому что брони нет никакой. Появляется очередная ЛАВ. Я уж даже не помню, что это за ЛАВ. Обычная, видимо. Стреляю по пулеметчику. Но я хотел в башню попасть. А да, это обычная ЛАВ. Бегут мои призывники, бегут уже на смерть. Потому что все, я паникую, я теряюсь. Нужно сбивать флаг. Я даже не поднимаю своего героя, хотя мог бы. Ну а как тут поднять-то? Мне нужно и танк подбить, и флаг сбить. Слева я тоже пытаюсь сбить флаг. Это такой мой план Б, если на центре ничего не получится. Все-таки выкатывается ЛАВ и торчит, торчит заветный борт. Вот, я попадаю и уничтожаю очередную ЛАВ. Сколько я их уже подбил? Я уже сбился со счета. Итак, можно БТР гнать ближе к центру. Ну и по идее, моей пехоте должно сейчас стать легче. Однако, нифига ей легче не становится, ее все равно убивают. Еще надо ближе гнать БТР, он, зараза, откатывается назад. Я включаю тепловизор, отстреливаю противника. И сейчас нужно быть, ну просто, максимально внимательным. Бойцы со мной согласны, вылезает Брэдли, и я молниеносно его перехватываю. Горит Брэдля. Ничего толком сделать не успела. Отличные новости. Кроме того, я сейчас буду захватывать центральный флаг. Кроме того, я уже захватываю левый флаг. То есть, я перестал проигрывать, перестал противник копить очки победы. Ну и возвращаясь к сложностям, о которых я говорил в начале. Одна из таких сложностей, это вот это вот особое прямое управление. Да, на пехоте оно помогает, на технике, я вам честно признаюсь, нет. И оно не просто мешает, оно отвратительно. Я столько танков потерял из-за этого особого прямого управления, просто потому что не мог найти бот, а он же меня разваливает. Через кусты, через дымы, через окна, ну как я и говорил. Заметили, как я Брэдли уничтожил? Я приказал боту, потому что сам бы я от этого первого лица никогда бы его не уничтожил. Слишком много препятствий и всего остального. Ладно, сейчас будет красота, любуемся. Едет страйкер. С упреждением. Ловлю его. Страйкер остановлен. Это, кстати, хорошая фраза от моего солдата, потому что бой далеко не окончен. У бота еще дофига ресурсов. Еще до Абрамса в дело дойдет, поверьте. Поэтому надо закрепляться на занятых позициях. В общем, почувствовал я силушку и поэтому поехал вперед. Экипаж БТР вообще обезумел. Горланят во все горло. Я тут пытаюсь перехватить пехоту, чтобы до флагов не добежало. Да сколько же их? У меня такой же вопрос. Почему их так много? Ну и, честно говоря, это было делом времени. Когда у тебя торчит башня, даже маленький кусочек, причем хоть БТРа, хоть танка, всегда найдется гранатометчик или ПТУР, который в тебя отправляет ракету и чаще всего подбивает. Поэтому у меня большие сомнения насчет того, стоит ли здесь вообще играть техникой, раз она такая неживучая. Но мы к этому еще вернемся. К сожалению, убили одинокого бойца слева. Но пехота, как всегда, дело говорит. Выдает базу за базой. Обратите, кстати, внимание, как много вкусного в БТРе. И пулемет, и РПГ. РПГ я, кстати, не заметил. Чуть позже замечу. Пулеметчика, ну, вернее, танкиста с пулеметом ставлю направо. Медиком поднимаю бойцов. И захватываю центральный флаг. Ну, в общем, затишье перед бурей, все говорит о том, что бои сейчас продолжатся. И причем бои будут жесткие. Бот снова берет много пехоты. Лучший способ от нее избавиться, это вид от первого лица. Этим я и занимаюсь. Высматриваю. Вон они там бегают. Не, ну, тут, конечно, мощность оружия убойная. То есть я, в принципе, достаточно быстро убиваю даже элитного бойца. Американец играет все время какими-то элитными морпехами. Ну что ж, вы готовы? Готов! К этой встрече. Я вам честно признаюсь, я впервые в этой игре встречаю Абрамс. Да я вам больше скажу, я впервые встречаю топовый танк, и поэтому не особо представляю, как с ним бороться. Стреляю в борт. Ничего лучшее я не придумал. И, кстати, я даже не уверен, нанес ли я какой-то урон. Ну то есть, в этом моде есть ХП. Возможно, я откусил ему какое-то ХП, а возможно нет. Я не знаю, как работает пробитие в моде. Уж извиняйте. Не будем опускать руки. У меня есть второй гранатометчик, который уже готов стрелять. Итак, я целюсь. Хотел под башню, но что-то выше прицелился. Неудачно попал. Не пробил. Еще разочек. Под башню. И это сработало. Плюс 10 миллионов. Чем я буду заниматься дальше? Я беру огневую группу ВДВ. Стало быть, мой любимый отряд в этом бою. Не представляю, сколько еще ресурсов у бота. Озвучку из Battlefield я узнаю из тысячи. На самом деле, так далеко я еще не заходил, поэтому не знаю, что на этой минуте ожидать от бота. Но явно нужно захватывать левую точку, чтобы укреплять свое положение и быстрее копить очки победы. Бегут четыре ВДВшника налево. Ну и как-то слишком тихо. Давненько не было никакой техники. Но если у вас хорошие наушники, то вы уже слышите рев мотора. А значит, появился еще один танк. Очередной Абрамс. Вроде бы такой же. Я знаю, что с ним делать. Беру в руки РПГ. Вы хватаете эти, ёптанах, цели, и я буду убивать, ёптанах, чуваков. Я с тобой, ёптанах. А ты бери цели, ёптанах. Не, мы же, ёптанах, не можем все РПГшить. Ёптанах. Ёптанах. Но стоит он не очень удачно. Я также пытаюсь попасть под башню, и... не понял, что произошло. Вроде бы я даже попал по нему, но, походу, не пробил. Может быть, все что угодно. Так, не выёбываемся. У меня тут одна пехота, поэтому, как обычно, буду партизанить. Закидываю все дымами, чтобы мою пехоту он не видел. И готовлю очередное РПГ. Не знаю, слышите ли вы это, но озвучка все еще в тему. Я прям поражаюсь. Смотрю БТР, и в лоб не вижу РПГ. Опа, заметил. Все, беру РПГ. Пошел! Пошел! На чеку, партизан. Давай, танкист. Ну, я не знаю. Отсюда неудобно, наверное, будет его пробивать. Надо как-то все-таки в борт зайти. Не стрелей. РПГ у меня есть как слева, так и справа. Справа я тоже ползу. На правый фланг бежит вражеская пехота. Это плохо, кстати. Но моя там вроде бы неплохо расставленная. Правый фланг мой самый укрепленный, поэтому... Может быть, они сами и справятся. Да, справляются нормально. Значит, я могу спокойно разобраться с Абрамсом. Потерь все еще нет. Итак, момент истины. Опять же, я не знаю, куда лучше ему стрелять, и сейчас я снова не понял, что произошло. Как будто сработала какая-то ДЗ, но я проверял, ДЗ в этом моде не особо-то и работает. Стреляю в борт башни под хорошим наклоном. Это стопроцентное пробитие. Я убиваю танкиста, и это подтверждает теорию насчет ХП. Вот сейчас ХП у башни закончилось, и она... того. Это, если что, не Абрамс взорвался, а Элавы. Сто летней давности. Я сейчас нахожусь в легком недоумении, потому что я все время думаю, ну вот этот-то танк точно последний. Но бот все берет и берет юниты. Ну и что вы думаете? Я тоже захотел покататься на танках. Вот, там я тем более накопил на много чего, но я хочу какой-нибудь танк пожирнее. Я уже брал разные 72-ки, Т-80 брал, даже брал Т-90А. А надо ли говорить, как они все закончили? Ребята, они все плохо закончили, потому что на этой маленькой карте танки не живут при таком количестве юнитов у бота. Но жизнь меня ничему не учит, и я скоро возьму танк. При этом, кстати, я еще брал МСТА-С, и это вещь. Это ох какая вещь. Надо было МСТА-С мне в этом бою взять, но... Ладно, короче, смотрим. Этот Абрамс еще не уничтожен, и я вам больше скажу, бот его чинит. То есть он чинит подбитую башню. И скоро этот Абрамс снова будет на ходу. А у меня мозг все отключился. Я хочу танк. Я уже не сомневаюсь в своей победе. Я не готовлю бронебойщиков. Не беру левую точку. Я просто хочу покататься на танке. Напоследочек. И гулять так гулять. Хотел, кстати, взять Т-90А, потому что не так уж и плохо она у меня зашла. Но решил впервые посмотреть на Т-90МС. А, кстати, мне хватило ума добить этот Абрамс, и я его добиваю. Появляется Брэдля. И я такой беру Т-90. Ну давай, Брэдля, потанцуем. Вот, ребята, вид от первого лица в танке. Как убивать эту Брэдлю? Хрен просто поймешь. При этом она меня видит. Если бот найдет какую-то маленькую дырочку, удачную, он меня ПТУРанет, и я даже не пойму, как он меня убил. У меня уже такое несколько раз было. Специально подъезжаю ближе, потому что нельзя стоять на открытой местности. Это стопроцентная смерть от ПТУРа. Ну, корт, конечно, хороший на моем танке. От пехоты избавляется только так. Пытаюсь тепловизором ее найти. Не вижу, понимаете? Не вижу. Приходится выходить из этого прямого управления, чтобы ее увидеть и снова скорректировать, где она может быть. Было бы здесь у меня классическое прямое управление, я бы уже убил эту Брэдлю через грузовики. А так ищу, найти не могу. Ну, джип я взрываю, но, скажем так, это не мой клиент. Мой клиент катается где-то. Ну и вот оно. Мне кажется, что по мне кто-то сейчас стрельнул, но... А-а-а! Весь бой практически идеально отыграть на кончиках пальцев. И так тупо просрать дорогущий танк В этом весь я Да, мне действительно стоило быть внимательнее Ну давай, бронебойщик, заканчивай Брэдли уничтожен Равно как и мой Т-90МС Внесу ясность Он убил меня не автопушкой То есть если вам показалось, что он меня убил Из-за того, что я борт подставил Это не так Он меня заптурил Заптурил он меня в башню И на самом деле он меня бы убил Абсолютно в любую проекцию Это не важно После боя я потестил Птур убивает Т-90МС вообще в любую точку Даже если стрельнуть под дичайшим наклоном в ДЗ В этом моде так Бред это не бред, я не знаю Я не эксперт, вы лучше напишите Ну и вот что мы имеем Как в аду парни Как в аду парни Да, они продолжают базировать свои фразы Это ж надо так Подбитая американская техника И снова что-то едет На сей раз у меня нет уже танка Да и танк, если честно, не особо бы помог Надо было всю игру играть бронебойщиками Действительно, мне вот нахрен не нужен был этот Т-90 Я просто хотел его затестить И он сгорел, как и все танки, которые я брал Красивое завершение Это был зенитный ЛВ Статистика неплохая Один Т-90 Один БТР-82 на два Абрамса Два Бредли Миллион страйкеров и миллион ЛВ Вернее Вражеских Эляви Ну и сейчас я просто бегаю Убиваю пехоту Похоже у бота все-таки Закончились ресурсы Потому что он уже не берет технику Каждые 30 секунд Пехота изредка появляется И можно, наверное, уже сказать, что это Победа С горьким привкусом Из-за потери Т-90, которого можно было не брать Еще и этот взрыв Ну добить меня решили А нет, еще техника появилась Но уже есть надпись Мы побеждаем Зенитные ЛВ Стреляет своими ракетами Я снова падаю С крыши Красота Ну что могу сказать Ребята, это было Жесть, как сложно Вы даже не представляете Что осталось за кулисами Сколько попыток Осталось за кулисами Ну вот У меня такие же мысли Я тоже навоевался С этим ботом Я что хочу сказать Вы сейчас увидели Успешную попытку Где-то, наверное, из 30 боев И если вам она показалась Простой И вы еще думаете Что А, он еще и танк потерял Фу, ну бас Я бы ничего не потерял Попробуйте Сыграйте в Call to Arms С этим же модом На этой же карте С такими же настройками Как у меня Они у меня стандартные Вы не только Т-90 потеряете Вы еще и девственность Свою потеряете Я вам это гарантирую Для меня Это было самое тяжелое испытание За последние, наверное, года два В игре Которая похожа на втул врага Скажем так Хотя я до этого не играл В Call to Arms И тем более в этот мод Поэтому я действительно Ну бас Может быть в этом все дело Если вы, не знаю Целыми днями играете В Call to Arms Ну, наверное, для вас Это будет просто Но сколько таких людей? Мне кажется, немного Вот такой вот счет 711 Это не шутки 811 Единиц техники уничтожено И 160 человек почти Я накромсал Кстати, относительно техники Не так уж и много То есть бот реально Подсел на технику Жесткое В войсках вы сейчас Сможете посмотреть Какие юниты брал бот Но от вас Я жду обратной реакции Если Например, лайкосиков И комментов Будет достаточно И просмотры будут То, возможно Я и другие нации посмотрю Могу против Германии Сыграть Против Леопардов Могу на вертолете полетать Могу Мстая С взять Ну, то есть Тут есть где разгуляться И можно, в принципе Одним боем Не ограничиваться Зависит от вас Еще раз Будет актив с вашей стороны Что-нибудь еще запишу С этим модом На связи был Флэс Конец связи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok